Мы все с вами, друзья, готовились к этому событию. Друзья, 28-29 ноября намечена очень серьезная презентация в Минске и Марьиной Горке. То есть начало уже не то что ходовых испытаний, а мы уже говорили, что Марьина Горка начала свою работу, как этот технопарк. То есть она начала свою работу, когда начал заливаться первый фундамент под анкерную опору. Она уже начала работу. Просто сегодня она подходит к завершающей стадии. Вы видели в Михаиле Кириченко репортажи и с цехом, где идет изготовление путевой структуры, и монтаж уже идет в поле. И сейчас готовятся, вот я вчера с Анатолием Ивановичем говорил, он говорит, что буквально вот прям днями, как только машины освободятся с выставки, их сразу уже привезут на завод. И первые именно путевые испытания на путевой структуре, которая будет стоять на заводе, начнутся тоже вот уже друзья днями. То есть мы к этому подошли, и в ноябре это просто будет уже, когда будет основная пробована и испытана путевая структура, она тоже, друзья, требует. Это инновационная система, она требует монтажа, она требует испытаний, поэтому это тоже, и потом на нее уже будут подвешены наши машины, и начнется новый этап. Так вот, друзья, как раз было очень много обращений, мы говорим, что крупные бизнесмены, крупные чиновники, которые заинтересованы, но которые хотят увидеть своими глазами, вот друзья, давайте приглашать, и 28-29 ноября будет такое презентационное. Мы не делаем из этого какого-то супер-пупер событие, мы просто говорим, что приедет крупнейшая мировая инженеринговая компания Recon, которую привезет Roadhook, которые будут презентовать проекты крупнейшие с использованием Skyway. Решился ли вопрос с антикоррозационной обработкой путевой структуры? Ну, я, друзья, по секрету могу сказать, что такого вопроса никогда и не было. Там нет вопроса о коррозии, поэтому как это будет выглядеть, вы, друзья, увидите. И всех ноу-хау я, к сожалению, показать, рассказать не могу. Так вот, презентацию будет делать Roadhook, инженеры из крупнейшей инженеринговой компании, будут крупные бизнесмены из России, Белоруссии, Казахстана, Таиланда, Испании, Чехии, Германии. Вот, поэтому, соответственно, друзья, мы не говорим, что это презентация для всех. Как мы говорили, для партнеров мы сделаем отдельный праздник, отдельный фестиваль. Проводить его будем тогда. Соответственно, это будет отдельное мероприятие мы с вами все, как именно праздник это отметим, когда будет тепло. Ну, пусть еще там, как всегда у нас, друзья, есть повод, чтобы, опять же, нам всем вспомнить про тех, кто нас, того, кто нас собрал, для того, чтобы пожелать ему долгих лет и здоровья. В апреле у Анатолия Довальевича день рождения, поэтому мы всегда вокруг этой даты стараемся как бы собраться, сделать. Поэтому на апреле у нас будет большой праздник. Как мы говорили, это встреча всех партнеров Skyway, туда мы приглашаем абсолютно всех. А в ноябре как раз презентация, поэтому у кого были контакты, которые заканчивались сомнениями, что пока не увижу своими глазами, не буду обсуждать, не буду делать. Вот так вот, для такого рода бизнесменов, для такого рода чиновников, как раз вот, друзья, приглашаем, делаем. Давайте, у кого есть такое, пишите в мой скайп, он всегда есть, пишите на почту, обращайтесь к Виктору Бабурину. Давайте это все делать, запускать. И, скажем так, у нас мы для себя определили определенный кворум, сколько мы должны набрать такого рода, ну скажем так, крупных инвесторов потенциальных, которые готовы войти в проект. Мы его уже набрали. Поэтому дальше, друзья, вход неограниченный. Поэтому, если вы знаете или общаетесь с серьезными бизнесменами, которым надо поучаствовать и увидеть себе подобных, и все увидеть своими глазами, значит, вот имейте в виду, что 28-29 ноября такая возможность будет. Соответственно, презентацию будет вести, еще раз мы говорим, Род Хук, это бывший министр транспорта Южной Австралии, это человек, который называют министром инфраструктуры, который представлял проект Skyway на Берлинском, на Трансе. Соответственно, сегодня он будет презентовать, точнее, в ноябре он будет презентовать именно этот проект для крупного бизнеса, для, соответственно, потенциальных инвесторов, именно уже крупных инвесторов. Причем с участием крупнейшей инженеринговой компании, которая сегодня проектирует самые крупные, самые высокие небоскребы в мире. Соответственно, с этой компанией у Skyway и у ЗАО Струнной Технологии есть партнерский договор, то есть это наши партнеры по работе, которые участвуют в проектировании именно зданий, в основе которых лежат анкерные опоры, то есть это тоже, соответственно, уже совместная работа. Вот, поэтому это то, что, друзья, касается вот таких свежих новостей, это все, что касается сейчас работы. Теперь, друзья, по ближайшим планам, по охранному, я расскажу по охранному модулю, обязательно, сегодня это не самая интересная новость. Тут меня в перископ пишут, чтобы я про охранный модуль там что-нибудь рассказал. Вот, поэтому ближайшее событие, которое у нас будет уже на следующей неделе, это наш европейский фестиваль, европейская конференция в Юрмале, вот, где соберутся все наши партнеры из Чехии, Словакии, Германии, Англии, Франции, Италии. Кого я упустил? Ну, наверное, еще кого-то упустил, у нас всего сегодня 89 стран участников проекта, вот, соответственно, вот европейская такая конференция. Кто хочет принять участие, вращайтесь, в личном кабинете есть ссылка для регистрации, заходите, делать будет очень интересные презентации, будет очень интересное общение, будет общение и с крупным бизнесом, который входит в проект, и кто уже вошел в проект, и кто планирует войти в проект. Соответственно, будут общения с крупными структурами, с крупными сетевыми лидерами, которые сегодня работают по выстраиванию именно инвестпроводящей системы в Германии, в Чехии, в Словакии, в Польше, в Венгрии, то есть это крупнейшие структуры, которые сегодня взяли на себя основное финансирование. Мы уже говорили, что эстафету по лидерству Россия передала сейчас уже Европе, то есть некоторое время, последние 4 месяца это держит Чехия, Словакия, сейчас очень активно подходит к этому Германия, которые очень активно начинают инвестировать на подходе сейчас уже Италия, Франция, Голландия, ну, в общем, друзья, Австрия еще, с Австрией у нас крупную структуру подсоединяются. Вот, поэтому это будет очень интересное такое мероприятие в Юмэле, там будет весь директорский состав Skyway Capital, после этого мы все едем в Минск, у нас годовое собрание, именно отчетное собрание по работе Skyway Capital за год, вот, где мы вместе с ЗАО «Струнные технологии», с генеральным директором Анатолием Геницким подведем итоги и наметим планы на ближайшее будущее. Что, друзья, сейчас очень важно понимать и очень много вопросов сейчас идет, это, соответственно, связано со сменой этапа. Друзья, чтобы вы понимали, что такое смена этапа, когда она только начиналась, запускалась, она вся была разбита на 15 этапов и каждому этапу соответствовался объем инвестиций, объем имитированных обязательств, которые перераспределяются среди инвесторов и, соответственно, объем выполненных работ. На сегодняшний момент мы находимся на завершающей стадии седьмого этапа и переходим на восьмой этап. Соответственно, что это значит? Это значит, что объем выполненных работ, который намечен, он реализован. Соответственно, инвесторы, которые должны были обеспечить эту работу, они выполнили свои обязательства, то есть инвестировали в проект, соответственно, компания обеспечила свои обязательства в виде обязательств, которые имитирует компания, которые внесены в реестр акционеров. Соответственно, это тоже выполнено и, соответственно, каждая смена этапа идет со сменной дисконта. Были времена, когда дисконты были, я еще помню, были дисконты и 4,5 тысячи к одному, и 2,5, и 1,5 тысячи, потом долго, кто входил в этом году, были дисконты 600, 500. Сегодня, конечно, таких дисконтов уже, друзья, больше возвращаться. Не будем, кто взял рассрочки на такие дисконты, они будут, естественно, завершать, ни в коем случае здесь ничего меняться. Те, как раз, соответственно, программы, пакеты, которые будут браться на этом этапе или на следующем, они, конечно, будут идти уже, друзья, по другим дискаунтам, другим премиям. Это абсолютно закономерно. Каждому проекту, этапу проекта соответствуют свои дискаунты. И здесь, друзья, очень простой принцип. Вначале, когда мы начинали, все с вами начинали 3 года назад, все очень серьезно рисковали, когда на доверии именно к Анатолию Эдуардовичу, Юницкому, как инженеру, к той школе, которую он создал, инженерной школе, той команде, которая вокруг него собралась, люди приходили, инвестировали небольшие деньги, за это получая очень большие премии. За это время проделана огромная работа. И сегодня, когда какие-нибудь умники, или я бы сказал додики, сегодня говорят, что я слежу за вашим проектом, и у вас тут за 3 года ничего не изменилось, друзья, я просто сразу выключаю скайп, вешаю телефон, отключаю, потому что мне не интересно с такими людьми. Это не мне рассказывать, не мне. Потому что, если у этих людей ничего не изменилось, то у нас за 3 года изменилось радикально все. Радикально. А за ближайший год изменится еще более радикально. Если люди говорят, что мы следим за вашим проектом, и мы не увидели изменений, значит, два варианта. Либо они их не хотят увидеть, и все, что происходит, их не интересует, либо они следят за другим проектом. И в том, и в другом случае они нам не интересны. И в том, и в другом случае это балабола. И в том, и в другом случае это люди, с которыми неинтересно дальше общаться. Несмотря, какими они, соответственно, мотивируются для себя фактами. Это их дело. Так вот, друзья, на сегодняшний момент можно четко и однозначно утверждать, что мы подошли к очень важному моменту, и смена сегодняшнего дисконта, она ведет к тому, что приходят все больше и больше инвестиций. Принцип, который изначально закладывался, что чем больше инвестиций, тем больше должен быть, чем должен быть больше снижаться дисконт, и максимальные инвестиции, максимально крупные инвесторы должны входить на дисконты меньше 10, а реально меньше 5. И это, друзья, абсолютно справедливо, потому что тот, кто рисковал и входил 3 года назад, 2 года назад, год назад, это несоизмеримый риск, который сегодня. И, соответственно, дисконты должны очень резко отличаться, это из уважения тем, кто входил на начальной стадии. От компании даже в новом этапе тоже будут очень серьезные преференции для тем, кто входил раньше, потому что вы можете приобретать небольшие пакеты, но при этом вам на весь пакет, который у вас уже есть, будет еще вводиться дополнительная премия в виде там 1-2-3% на весь пакет, который у вас есть. Не важно. Для меня, друзья, это особенно интересно, потому что, поверьте, для меня это крайне важно и очень серьезно. Я знаю еще ряд крупных инвесторов, у которых уже десятки и сотни миллионов акций, тем не менее, они докупают постоянно пакеты, потому что идет мультипликатор на весь пакет, и это, друзья, та премия за то, что входили на ранних этапах, и, соответственно, работа была на ранних стадиях. Поэтому это дань уважения тем людям, которые входили 2-3 года назад, которые несли на себе основной риск. Да, они могли позволить себе небольшие инвестиции, но сегодня это вознаграждается тем, что они на все эти инвестиции, на все эти крупные пакеты, которые были созданы большими дискаунтами в виде премий, сегодня будут получать еще и дополнительные бонусы. Я считаю, друзья, это абсолютно справедливо, абсолютно правильно, но то, что будет происходить на восьмом этапе, мы, друзья, будем обсуждать уже на следующей неделе, это как бы будущая работа. На сегодняшний момент, на завершающем этапе, вот эта неделя, которая осталась, я максимально могу вам рекомендовать, что давайте эту неделю проведем наиболее активно, потому что это возможность, когда можно еще по максимальным сегодня венчурным премиям в виде дискаунтов получить свои инвестиционные пакеты. Поэтому, если вы получили достаточной информации для того, чтобы принимать решения, то вот эта неделя как раз это очень важный этап, когда вы можете стать активным партнером и, соответственно, получить те дискаунты, которые сегодня заложены в тот этап, который сегодня есть. Со следующей недели, с 18-го числа будет смена из конта, следующая смена будет, скорее всего, в ближайшие 2-3 месяца, но до конца года это, скорее всего, точно. Все зависит от того, как будут входить сегодня взявшие на себя обязательства крупные инвесторы. Они начинают вот сейчас уже постепенно проплачивать и, соответственно, по мере того, как они будут входить, соответственно, будет меняться этап. Это, друзья, естественное развитие, потому что все ждали, очень многие крупные инвесторы, крупные фонды, крупные структуры. Они смотрели до того, как мы дойдем до выставки инотранса. Это был первый рубеж, который мы преодолели. Второй – это начало ходовых испытаний. Соответственно, друзья, начало ходовых испытаний начинается уже в ближайшие недели, а, как я уже сказал, в конце ноября уже будут продемонстрированы в полевых условиях уже подвижной состав. И почему мы там собираем сейчас в это время крупных инвесторов? Потому что это начало нового отчета. И, скорее всего, друзья, к этому периоду подойдет... Так, тут пишут, можно ли получить кредит у вас под инвестиции в ваш бизнес? Нет, друзья, кредит у нас получить под инвестиции в наш бизнес нельзя. Вот, поэтому давайте, соответственно, максимально отработаем эту неделю. Доведите эту информацию до своих структур, доведите до своих партнеров, доведите эту информацию для тех, кто сегодня еще сомневается или думает принимать решение. Сейчас, как раз, друзья, очень хороший период вот этой недели для того, чтобы отработать ее максимально эффективно. Вот, с этой, с точки зрения новостей, репортажей, которые вы постоянно сейчас видите в рассылках, то, что мы ставим, то, что мы сегодня показываем, работа идет самым активным образом. Вчера, я уже говорил, что открылась еще одна выставка энергосбережения в Минске, презентовал Анатолий Иванович Юницкий. Был ряд членов правительства, министр энергетики, министр экологии, министр природных ресурсов. Вот, соответственно, все они посетили стенд, посмотрели, походили, посидели, покрутили педали в юнибайке. Вот, естественно, что ни одного недовольного, как вы понимаете, в принципе, там быть не может. Все это в репортажах Михаила Кириченко вы увидите, потому что все это, естественно, фиксировалось, и прямо в ближайшее время это все будет показано. Вот, поэтому это уже продолжение работы. Еще у нас открывается в Мельбурне одна выставка на следующей неделе, там будет презентовать Ротхук уже технологию. То есть, как вы видите, это уже становится у нас такой обыденной работой. То есть, когда технология начинает двигаться, технология начинает показываться, соответственно, начинает выстраиваться уже очередь в те презентации правительством, которые заинтересованы в технологии. Вот, буквально на этой неделе Виктор провел презентацию министра транспорта одного из штатов Индии. Вот, готовится визит сейчас в ближайшее время Виктора в Индию. То есть, мы уже говорили, что мы так улыбаемся, что Виктор переселяется жить в самолет, потому что у него дальше на очереди стоит Боливия, Филиппины, ну и дальше, в общем, это Гвинея, вот сейчас вышли у нас с предложением ЮАР. Это, друзья, тот график, который формируется. Я надеюсь, что все-таки ряд стран, во всяком случае, француз, франкоговорящий, Алексей на себя возьмет и несколько разгрузит Виктора, вот, по роду таких вот презентаций. Но это, друзья, как вы понимаете, уже такие приятные хлопоты, когда зовут, когда просят презентовать, когда просят рассмотреть адресные проекты. И сегодня на вопрос, в каких странах вы ведете переговоры по адресным проектам, друзья, уже не корректен. Мы сегодня ведем, трудно назвать, где мы сегодня не ведем. Естественно, что все это будет вам объявлено, все это мы будем делать, это все-таки уже бизнес-проекты, только тогда, когда это будет доведено до уже такого логического конца, когда будут появляться документы. Поэтому сейчас мы просто обозначаем, что такие работы ведутся в разных уголках мира, с разными правительствами. Вот, и это тоже как результат уже признания сегодня технологии. Потому что, как вы видели, очень интересно ведет себя РЖД-партнер. Это тоже интернет-портал Александр Соколов, Солнцев, то есть интереснейший парень. Он приезжал в конструкторское бюро, я тоже его видел. То есть чем это интересно сравнивать сегодня, что на моих глазах Юницкий делал презентацию онлайнеру, тоже одному годенышу, который там после того, как посетил наше конструкторское бюро, просто написал пасквиль в своем этом онлайнере. И вот, друзья, казалось бы, РЖД-партнер, то есть официальный орган РЖД, который в ближайшее время возглавит Аркадий Дворкович, тоже, кстати, интересный поворот в нашем российском действительности, который не боится, который активно поддерживает, который открыто и восторженно пишет про технологию, который консультируется с Юницким по разного рода вопросам. То есть он у него брал интервью по поводу развития скоростных железных дорог в Китае, по поводу развития скоростных железных дорог в Европе, по поводу испытаний, связанных с Hyperloop. То есть он реально как профессионалом высочайшего класса именно в транспортных технологиях, с Юницким советуется и не боится это писать. И пишет о том, что сегодня уже фантастика становится реальностью, это заголовки, которые сегодня есть. Вот, друзья, разный подход. И он был на выставке в Минске, видел своими глазами эти машины, что не скажешь про этих онлайнерцев, так сказать, которые могут только в состоянии писать заказные статьи, а потом засунуть свой язык в одно место, когда мы их звали и сказали, вы приходите, посмотрите, напишите сейчас что-нибудь, когда вы рядом с вице-премьером, с министром транспорта, посидите в этих машинах, когда вас пригласят на ходовые испытания, когда вам покажут производственную базу, вы сейчас что-нибудь напишите. Напишите тот же пасквиль, который вы и раньше писали, что да, мы видели Геннибайт, мы видели, но все равно ничего не существует, это все миф, это все развалится, это все картонка. Ну хотя бы это напишите, а то вообще же тишина. Ну ладно, друзья, это, в общем-то, их дело, и здесь очень важный момент, и здесь очень важная позиция, что когда есть что показать, когда есть чем гордиться, когда есть что выставить с точки зрения аргумента, это, друзья, всегда приятно, и на вопрос на выставке традиционный, когда первый канал Беларуси, они уже три раза у него сняли репортажи, там корреспондент крутил педали, там был довольный, вот, и традиционный вопрос, который сегодня звучит всегда, что Анатолий Голлович, как вы себя ощущаете на этой выставке, когда выставляются ваши машины? Ну, ответ тоже уже у Юницкого традиционный, ну а как вы думаете, как может себя ощущать человек, когда на его глазах реализуется мечта и дело его жизни? Так вот, друзья, мы сегодня участвуем и способствуем, и активно работаем в реализации и мечты Юницкого, и мечты миллионов, и сотен миллионов людей, которые будут пользоваться SkyWay. Вот, поэтому, друзья, мы сегодня стоим на очень важном этапе. Для нас, как именно инвест-проводящая система, для нас, как компании, которая отстроена именно на привлечении инвесторов и финансировании первого адресного проекта Экотехнопарка в Марьиной Горке, для нас очень важно сейчас отработать эту неделю, донести максимум информации и чтобы люди, которые сегодня заинтересованы в проектах, для себя определили, будут они дальше двигаться и входить в проект, а если уже вошли в проект, будут ли они увеличивать свое участие в нем или нет. Это, друзья, как раз просьба к каждому, это мотивация каждого, и, соответственно, это очень важный этап, который сегодня происходит. При этом все разговоры о том, что финансирование и закроется там завтра, послезавтра, через месяц, это все, друзья, инсинуация, это все ерунда. О том, что рассрочки завтра прекратятся, это тоже все, друзья, ерунда. Смотрите официально сайты, что наоборот, что насколько вы взяли пакеты, они будут обязательства выполнены до конца, что за этими пакетами, другое дело, что будет, да, снижение дискаунтов как премии, но пакеты максимально, они будут идти еще долго и долго. И мы говорили, что следом за Скайуэем готовится еще ряд проектов и адресных проектов, связанных с технологией Скайуэя. Здесь, друзья, я прошу очень хорошо понимать, что адресные проекты могут обозначаться в проекте Скайуэй только двумя людьми. Только двумя. Прошу это очень хорошо запомнить и всегда говорить. Значит, первый, это Анатолий Довальевич Юницкий, только он может обозначать адресные проекты, которые идут с использованием технологии Скайуэя. И второй, это Род Хук, то есть это руководитель Скайуэя Австралия, которому Юницкий уполномочил сегодня вести ряд проектов на территории Австралии и Африки. Если вы слышите от кого-то другого об адресных проектах или то, что Скайуэй где-то собирается участвовать, друзья, это обман и болтовня. Ну, может быть, третий человек, которому Юницкий может доверить или поручить говорить об адресных проектах, это Виктор Бабурин. Вот если вы слышите от кого-то из других участников проекта, либо которые примазались к проекту, о том, что начинаются адресные проекты, друзья, это вранье. Вот прошу относиться к этому. И тем более, друзья, если вас зовут куда-нибудь мыть золотишко в Замбезию, вот тоже, друзья, прошу к этому относиться очень серьезно. Тем более, вот для меня, как акционера и Скайуэй Капиталы, и Скайуэй Инвест Групп, и РСВ, когда по рассылке Скайуэй Инвест Групп приходит предложение мыть золотишко в Замбезии, друзья, у меня вызывает очень много вопросов, такая постановка вопросов. Тем более, что если завтра мне придет еще предложение добывать бриллианты в Лапландии, или где-нибудь в Сибири добывать лес, друзья, я прошу к этому относиться очень серьезно. И так как мы все проходили школу частного инвестора, то прошу разбираться и отличать проекты, тем более с участием Скайуэй, от того, что предлагают, ну я бы сказал, очень сомнительные партнеры, очень. Ну вот, друзья, давайте на этом я передаю слово Алексею. У него, как всегда, очень интересный взгляд на вещи, у него очень интересная интерпретация, и как молодому футурологу, вице-президенту Международной Академии... Сергей Анатольевич. Благодарю, Сергей Анатольевич. Ну, собственно, друзья, Сергей Анатольевич в основном все моменты осветил. Я хотел бы остановиться на наших результатах. То есть у нас была, кстати говоря, проведена вчера открытая планерка. Участвовали руководители Скайуэй Кэпитал. Посмотрите, пожалуйста, передайте эту планерку своим партнерам, потому что там действительно интересные новости различные охвачены, и очень доходчиво вы можете узнать, посмотреть, какое будет изменение дисконта. То есть сейчас я также параллельно включу, чтобы была картинка, то есть эта информация в принципе сейчас открыта, и это действительно мотивирует на то, чтобы сейчас задуматься о том, стоит приобретать сейчас, фиксировать рассрочку или не стоит. Соответственно, это заставляет задуматься, что меня удивило и не удивило одновременно, то, что вчера Сергей Анатольевич вообще где-то минут двадцать потратил на то, что вообще вот по какому по какому пакету нужно будет заходить ему с его количеством акций, чтобы получить еще дополнительную выгоду в акциях. И действительно от нас ожидают очень интересные события, как новые пакеты и на каждый дисконт мы стараемся максимально упростить работу Skyway Capital, работа вообще в инвест проводящей системы, чтобы каждому было понятно, чтобы не возникало никаких сложностей с выбором пакетов рассрочек и собственно вот сейчас у нас плавный переход происходит со старого личного кабинета на новый личный кабинет. Через несколько недель будет работать только новый личный кабинет и я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие друзья, что никаких переносов дисконта не будет. то есть вот 17 числа до 12 ночи по Москве и уже буквально в 12.05 12.10 будет закрыт личный кабинет на перезаливку на 8 этап и соответственно тот, кто не успел зафиксировать рассрочки, тот не успел. Что значит зафиксировать рассрочку? То есть вы можете открыть рассрочку по тем условиям, которые на текущем этапе и соответственно сделать первый платеж. Таким образом вы зафиксируете независимо от тех условий, которые будут уже на 8 этапе. Примерно изменения будут на 20%. На 20% снизится дискаунт и это существенная цифра, я вам могу сказать. Если говорить про крупные инвестиции, то я бы рекомендовал наверное постараться не то что закрывать рассрочки, как вот говорят наши коллеги по другим инвестпроводящим системам. Рассрочки будут и их никто не отменяет, не собирается отменять вообще. И рассрочки это наш механизм, механизм планирования производства. Именно благодаря рассрочкам мы смогли обеспечить тот финансовый поток именно запланированный, чтобы ожидать какая сумма денежных средств поступит на счет, чтобы буквально с колес заказывать сталь. Сейчас вы видите путевая структура монтируется. Это все благодаря системе рассрочек также достигнуто, потому что мы можем планировать. Участвуют сейчас наши инвестпроводящие системы больше 90 стран, то есть 92 страны. Еще недавно это было 86 стран. Это говорит о том, что мы набираем обороты. Действительно вот где-то если говорят закройте спецдисконт, задайте вопрос, а почему мы должны закрывать спецдисконт? Если сейчас средств допустим не имеется, почему мы должны отрывать от себя и закрывать спецдисконт? Почему условия должны быть ограничены? У нас никаких условий таких ограничивающих нет. Можете закрывать рассрочки? Закрывайте. Если не можете, закройте попозже по графику платежей. Для этого рассрочки и существуют. Это наш финансовый механизм, финансовый инструмент, который облегчает жизнь самой корпорации, так как она развивается буквально с колес через сетевое построение корпорации, так и вам, так как вы можете планировать график своих платежей. Можно делать даже пропуск платежа, если вдруг двойной платеж был совершен. И действительно те новости, которые Сергей Анатольевич вскользь осветил, они заставляют задуматься тем, кто когда-то присоединился, ну, просто не инвестируя, а получив минимальный пакет обязательств, 100 единиц за возможность просто регистрации, ну, и тем самым проявления интереса к проекту. То есть вот буквально на выходных то, что нам Виктор Бабурин позволил говорить, и, соответственно, ему Анатолий Эдуардович, что мы вам и транслируем. На выходных произошло общение Виктора Бабурина с рядом министров Индии, и, собственно, это один из штатов, как Виктор говорит, это родина Далай-Ламы, ну, собственно, я посмотрел, родина Далай-Ламы, так и не нашел, что за штат, и в географии вообще, как бы, не особо силен. Родина Далай-Лама, я не знаю, где она находится, но какой-то штат, какой-то крупный штат. Кстати, если у кого-то есть варианты, тщательно пишите. Произошли переговоры, вы помните ту новость, когда Skyway в Индии, то есть, вот эта новость плавно перешла уже встречу в Цюрихе, где Виктор и руководитель, один из руководителей инженерных бюро научно-производственного конструкторского предприятия ЗАО струнной технологии провели блистательную презентацию и у министров транспорта, у министров других одного из индийских штатов не осталось никаких аргументов, чтобы не пригласить их уже обсуждать проекты, не то, что даже подписывать какие-то рамочные соглашения, что мы сейчас делаем с рядом российских представителей, то есть, это такая планомерная работа, но уже обсуждать конкретные проекты и самое интересное вопрос был о финансировании за чей счет, за чей счет банкет будет по строительству адресных проектов, финансирование большей частью будет со стороны Индии, как правительства, так и индийских инвесторов, это очень серьезно радует, то есть, это очередное наше приобретение в пуле адресных проектов. Давайте вспомним вообще вот какой был дискаунт, нужно напоминать всегда, допустим, в 2014 году, 1 к 1000, 1 к 1,5 в 2013, сейчас это 1 к 250 уже при крупных инвестициях, и я знаю людей, которые вот если у Сергея Анатольевича входили на такие сверхкрупные инвестиции, то у меня на ранних стадиях есть такие инвесторы, которые на несколько миллионов рублей зашли, это мои коллеги по развитию различных интернет проектов, и они не то, что поверили в проект, на тот момент они наверное поверили мне, услышали мою эмоцию, услышали мое рвение в развитии проекта, и сейчас мы уже выходим на контакт, чтобы взаимодействовать, но извините тот факт, что сейчас к нам присоединяются такие люди, которые заработали за небольшую весьма историю развития в сетевом бизнесе несколько миллионов долларов буквально за два года, и за прошедшие месяцы заработали примерно 500 тысяч долларов, и по правилу частного инвестора, в этом мы с Андреем Хавратом солидарны, 10% дохода, соответственно, готовы инвестировать в венчурное направление, в проект с отложенной прибылью, не с мгновенной прибылью, то есть лучший вариант на сегодняшний день на рынке это наш проект, наш проект Skyway, то есть примерно 50 тысяч долларов будут инвестировать эти люди, эти лидеры, и планируется отдельная встреча непосредственно уже с ними на Мариной горке. Я сам сегодня впервые услышал новости, ну и Сергей Анатольевич соответственно впервые наверное услышал эту новость от Анатолия Эдуардовича, что 28-29 давайте максимально проработаем те, кто действительно ожидает демонстрации движения и готов проинвестировать серьезные суммы денежных средств на строительство Экотехнопарка, давайте уже сейчас прорабатывать этот вариант, потому что осталось совершенно немного времени, чуть больше месяца и соответственно после демонстрации много резко поменяется. Если предыдущая смена дисконта произошла чуть более двух с половиной месяцев назад, даже почти три месяца назад, то сейчас ожидаются транши, мы о них Сергею Анатольевичем в курсе, потому что мы прорабатывали эти переговоры и мы участники подготовки крупной сделки, ожидается очень хороший транш. Мы не будем говорить числа скажем уже по факту, когда это свершится, но самое интересное, это может свершиться еще до демонстрации в движении, то есть если такие транши происходят до демонстрации в движении, то что будет после демонстрации в движении. и есть у нас уже дом принятия официальных гостей, я искренне надеюсь и думаю, что там уже внутреннее убранство, то есть свой дизайн проект и так далее, там будет комфортно проводить переговоры даже в проливной дождь, даже зимой, потому что я думаю, что беспрерывно будут делегации приезжать на Экотехнопарк для того, чтобы увидеть демонстрацию движения. Вчера я встречался со своей интересной очень знакомой, это очень умная интеллигентная девушка, долгое время проживающая в США, и мы с ней встречаемся, вот когда она приезжает в Челябинск, чисто по деловым вопросам, она зреет, и вчера могу сказать то, что ей показал по инотрансу и так далее, ее просто очень сильно воодушевило, и она сказала, что Алексей, давай прорабатывать уже крупные инвестиции, то есть у меня есть люди в Майами, там и так далее, и сейчас уже будем вот до 28-29 непосредственно прорабатывать вот эти инвестиции, то есть я хотел бы вам сказать, что Skyway, ну и вообще в нашей жизни законы больших чисел, они только в нашей голове, то есть примите тот факт, что на сегодняшний день, время крупных инвестиций и крупнейших инвестиций в проекте Skyway действительно пришло, и вы это увидите по первым траншам, если сейчас самая крупная инвестиция от одного человека, это проработка нашей параллельной инвест-проводящей системы, партнеров наших 330 тысяч долларов, то будут более крупные инвестиции в ближайшее время, и вот спрашивали про дом, посмотрите, вот вдали слева виднеется здание, это соответственно дом для приема гостей, как я понимаю, и весьма такое неплохое здание, я считаю, то есть тоже, я думаю, там свои ноу-хау будут использоваться и использованы, и гостям там будет очень приятно ощущать себя частью формирующейся истории, частью зарождения новой долины, нового технологического клада, уже не пятого технологического клада, а шестого, то есть это будет уже не кремниевая долина, а небесная долина, струнная долина, называть можно по-разному, но это действительно колыбель, колыбель сейчас зарождение прорывной технологии, и на наших глазах творится история, нашими с вами усилиями творится эта история, как я уже сказал, дорогие друзья, сейчас я лично готовлю это ТЗ, потому что идея такая очень хорошая, она родилась буквально на этих выходных, и просто поставьте плюсики, тоже интересно ваше мнение, насколько будет полезен тот простейший инструмент, который с минимумом текста, будет визуализационные картинки, что было и что стало, то есть это знаете, как в мемах ожидание и реальность, вы видите наша ферменная путевая структура в виде фермы, что было, что стало, наш юнибайк, что было, визуализация, причем опять же визуализация 2016 года, и 2016 год это уже в реальности, что мы еще можем показать, мы можем показать визуализацию нашей станции и то, что стало сейчас уже фактически достроенная станция, мы можем показать опоры, которые были, которые сейчас установлены, и не нужно говорить много, не нужно доказывать ничего, многие венчурные проекты имеют риски в том плане, что они теоретически могут быть нереализуемы абсолютно, мы же то, что закладывали, демонстрируем, делаем, то, что планируем в 2017 уже к этому подходим. Сердце и душа радуются, дорогие друзья, когда видишь ферму, а ферма это, соответственно, основа того, что уже мы будем именовать и гиперскайвей, и, собственно, не забываем, что после скоростей 500-600 километров в час мы будем уже достигать скоростей, которые задумал, в которых задал тренд Илон Маск, может быть, благодарственное письмо ему, небольшое такое вот, напишем, что благодарим Илон за то, что задал тренд, за то, что вспомнил ту технологию, когда-то придумал и описал Анатолий Эдуардович Юницкий, перемещение в вакуумной трубе, но мы не просто продолжаем ту концепцию, которую начал Анатолий Эдуардович, уже это переносимся в 19-е, 20-е года, мы делаем, мы проводим испытания, и не те испытания, что дребезжащая тележка проехала чуть более 100 км в час, и американская мечта, американское шоу, как это принято во многих венчурных компаниях американских, все обладировали, всех лопали, у нас не будет вот этой помпезности 28-29 ноября, будут факты, поехала, не поехала, реализованная технология не реализованная, и осталось ждать совсем недолго, весь мир увидит ту сенсацию, которую сотворит Анатолий Эдуардович Юницкий во главе крупнейшей будущей транснациональной корпорации зао струнной технологии и весной на иностранном языке SkyWay Transport Technologies, ну и по традиции, так как наш проект интернациональный, потихоньку учим другие слоганы, кроме «Строй SkyWay, спасай планету», «Пиджа SkyWay, мэтш Магобойгут» это на венгерском, «Будуш SkyWay, захран планету» на чешском, «Консуи SkyWay, софля планет» на французском, вчера Сергею Анатольевичем мы уже как бы свой такой вебинар, он также есть в записи, наверняка она появится, распространим по чатам, провели вебинар для немецких наших лидеров, присутствовал 24 человека, ну я не знаю по какой причине 1-2 человека вышли, но 22 человека и это лидеры, это не просто те, кто пришли послушать, это мастодоны, мастодоны, которые к нам присоединяются, потому что они видят, что они могут не успеть на вот этот отходящий юнилёт, несущийся не в будущее, но уже набирающий обороты в настоящем, поэтому можем сказать по праву БАО Skyway РЕТА ДЕН ПЛАНЕТАН, то есть с моим акцентом немецким, немецкий я не знаю, но будем учить, будем развивать, потому что Skyway шагает по планете и дает дорогу Мир Транснету, каждый, потому что каждый будет пользоваться этим транспортом, Сергей Анатольевич, вам слово. Так, так, Алексей, спасибо, но, друзья, я тут пока Алексея слушал и с Перископом общался, тоже интересное занятие, тут много и залётных, и, так сказать, ну и ещё раз могу подтвердить, что взгляд Алексея и его комментарии всегда очень-очень интересный, и поэтому те, кто в проекте, всё-таки рекомендую и ходить на наши вебинары, ходить на наше выступление с Алексеем, поэтому всегда каждый раз будете узнавать что-то новое и в этом, собственно, и заключается наша работа, поэтому нас очень много зовут на презентации, на конференции, вот Алексей вчера упомянул, что ввели для лидеров Германии и когда было 24 в пик, это лидеры были, для меня это знаковая такая цифра, потому что первый вебинар, который мы ввели с Анатольем Даншим Юницким, это был февраль 2014 года, я первый раз в жизни тогда вообще сел за компьютер, именно как вебинар, такой маленькая кошечка, непонятно с кем разговариваешь, непонятно как себя вести, непонятно кто с той стороны, и на первом вебинаре у нас было 23 человека, это знаковая цифра, поэтому вчера, когда у нас было 24, потом 22, это все-таки мы переступили порог первого вебинара, который мы проводили вообще по Skyway, вот, а с учетом, что это для Германии, с учетом, что это для лидеров, которые есть, я считаю, неплохой результат, с учетом, что они сейчас очень и очень активно входят именно как инвестпроводящие структуры, и у нас, как я уже говорил, лидеры последних пяти месяцев, это Чехия, Словакия, Венгрия, вот, но я абсолютно уверен, что Германия просто в ближайшее время пере, ну, скажем так, обгонит, потому что и потенциал больше, и структуры там больше, и лидеры там мощные, и вообще именно культура инвестирования в Германию, она совсем другая, вот, поэтому мы каждый месяц проводим там презентацию, уже пятый месяц для инвесторов, у нас с Алексеем дежурство, в прошлый раз перед Берлином ездил я на презентацию Европейское агентство бизнес-проектов, вот, завтра туда едет Алексей, в ноябре, судя по всему, опять ехать нет, поэтому мы эту работу ведем, но немецкие инвесторы, они постоянно просят нас доводить информацию, вот, сначала мы их готовили, показывали к инотрансу, приглашали, потом они все посетили инотранс в Берлине, и сегодня фактически вопросов со стороны немецких инвесторов уже не остается, и сейчас уже начинается такая прагматичная работа именно по оформлению и по работе с инвесторами. Так, да, координаты все скинул Алексей, вот, ну, друзья, фактически все, что на сегодняшний момент необходимо было сказать, мы с вами с Алексеем довели, значит, прошу еще раз акцентировать, что у нас с вами в субботу в 12 часов телемост, это уже итоговый телемост по седьмому этапу, который завершается через два дня, он будет посвящен подведению итогов и работе уже в восьмом этапе, то есть, что нас ожидает, что мы дальше будем делать в ближайшее время, поэтому, друзья, всех приглашаем на итоговый телемост, вот, это наше такое отчетное всегда событие, очень считаю вообще разумным и нам подвести итоги, и вам все это послушать, поэтому приходите, смотрите и участвуйте в работе, обычно интерес к какому роду телемосту очень большой, потому что там и последние новости, и последний анализ, соответственно, еще раз хочу повторить о том, что сейчас идет смена седьмого этапа развития проекта на восьмой, это сопровождается сменной венчурных премий в виде дискаунтов, будут формироваться новые пакеты, новые условия, вот, те, кто взял старые, и они рассчитаны на несколько месяцев вперед, никаких условий меняться не будет, вот, эти условия будут, если кто-то говорит, то не верьте, вот, соответственно, все это будет продолжаться с переходом и на восьмой, и даже на девятый этап, все, соответственно, пакеты в рассрочку, которые взяли на прошлых этапах будут сохраняться, соответственно, на новом этапе будут новые пакеты, старые, только для старых этапов, вот, поэтому принцип такой, что у каждого этапа развития свои условия, и еще раз повторюсь, эти условия направлены только на одно, что крупные инвесторы и крупные инвестиции должны приходить как можно на меньшие дискаунты, это будет абсолютно правильно и справедливо к тем, кто на своих плечах, кто своими рисками, инвестициями поднимал проект три года назад, два года назад, год назад и сейчас еще инвестирует, когда нету демонстрации, когда демонстрация начнется и придут крупные, и сейчас уже они подходят, крупные инвесторы и фонды, соответственно, дискаунты начнутся меняться еще быстрее и еще более радикально, это абсолютно правильно, повторюсь еще раз, друзья, на низкие дискаунты, это вообще логика, которая закладывалась и инвесторам, которые приходили изначально эти условия и сейчас они поощряются дополнительными опциями о том, что докупая небольшой пакет вы получаете премию на весь пакет, который вы сформировали год, два, три года назад, это как раз, друзья, благодарность тем, кто на самых ранних этапах нашел в себе смелость, нашел в себе инициативу, нашел в себе интуицию прийти в проект и соответственно таким образом Анатолий Дарш Юницкий и соответственно вся группа компаний, она таким образом благодарит людей, которые с самого начала в проекте и я считаю, друзья, это абсолютно справедливо. Сегодня, если говорить об инвестициях, то сегодня инвестиции вот самый такой период, когда это наименее рисковый период, потому что буквально через месяц, через два уже будет очевидная демонстрация, потому что все к этому готово и увидели уже и фермы монтируются, и подвижной состав, и опоры промежуточные готовы, но дискаунты еще довольно-таки высокие, потому что крупным инвесторам, очень крупным, они все-таки еще находятся в ожидании, им надо окончательно убедиться во всем, что работает, то есть когда они увидят пролеты 200-400 метров, когда они увидят работающие машины, когда они увидят окончание испытаний, тогда они придут, поэтому мы ожидаем, друзья, что еще до конца года произойдет как минимум одна смена дисконта, как минимум, а может быть, друзья, даже не одна, потому что в ноябре будет фактически сняты все вопросы, связанные с технологией, вот, поэтому это тоже сейчас наиболее, вот, вот тут, вот Игорек раз 20-й задал вопрос, Анатолий Эдуардович в Москве или нет, вот что мне это ответить, друзья, какая разница, где сейчас Анатолий Эдуардович, и почему Игорек сегодня 50-й раз подряд спрашивает, Анатолий Эдуардович в Москве или нет, Игорек, а ты кто вообще, так сказать, это, Сахадович, его представитель поехал, его представитель поехал в суд, наверное, поехал, и поверьте, что сегодня те суды, которые идут, и те, которые выигрываются у тех, я бы сказал, недобросовестных жуликов, которые сейчас пытаются на проекте спекулировать, вот, поэтому все будет, Игорек, можешь поверить, что все будет в порядке, и у тебя в том числе, вот, я не мог понять, почему этот Игорек задавал столько вопросов, оказывается, он поехал ли представитель Юницкого в суд, или не поехал, поехал, не переживай, и суд этот выигран обязательно, как и предыдущие все суды с жуликами, которыми судились, вот, так, ну что, друзья, тогда давайте сейчас на этой ноте, у нас неделя осталась для того, чтобы спокойно, очень плодотворно отработать, для того, чтобы вывести уровень привлечения партнеров и инвестиций на новый уровень, для того, чтобы работы велись все по плану, для того, чтобы производство работало и развивалось, потому что, вот, вчера разговаривал с Анатолием Довичем, вы не представляете, сколько сейчас встает вопросов, связанных с производством, с подрядчиками, со станковым парком, потому что станки надо покупать, если хорошие, новые, это очень дорого, если бушные, значит, надо ремонтировать, сегодня квалификация кадров уже, которые выходят именно инженерных, а технических, то есть, тоже не всегда соответствует, то есть, ну, вы понимаете, что как у генерального конструктора, у Юницкого сегодня связанный с работой, с монтажом, с испытаниями, просто непочатый край, и я просто диву даюсь, как он все это выдерживает, как он все успевает, как он еще умудряется давать интервью, встречаться с министрами, это, друзья, просто дорогого стоит, поэтому нам очень повезло, что мы все в команде с такими инженерами, которые сегодня делают работу, что возглавляет эту команду инженеров, Анатолий Главович Юницкий с таким опытом, и у нас у всех с вами хватило терпения, хватило ума, хватило интуиции дойти до той стадии, на которой мы сейчас с вами находимся. Дальше, конечно, друзья, как мы говорили, мы с вами увидим и испытания, и первые адресные проекты, и первые сети, и первые дивиденды, все, друзья, мы с вами увидим, в этом можно сомневаться, но дойти до этой стадии, конечно, было очень непросто, и это все на, скажем так, на ответственности, на нервах, на очень серьезной работоспособности, как раз той команды, которая сегодня работает, делает, и поверьте, друзья, что впереди у нас еще очень большие горизонты, очень большие проекты, очень серьезные, новые инновации, технологии, которые есть в инженерной школе, инженера Юницкого, поэтому, друзья, у нас работа еще с вами непочатый край, поэтому строй Skyway, спасай планету, и, соответственно, движемся с вами дальше, до встречи в субботу на Тельмосте, потом до встречи в Юрмале, потом до встречи в Самаре, ну, кто будет у нас партнером еще и в Испании, в Пальмадо-Майорке, поэтому, друзья, нам есть еще где встречаться, что делать и куда двигаться. Все, друзья, спасибо за то, что вы делаете, спасибо за то, что вы в проекте, до новых встреч. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко.